Жители поселка Кирово в советском районе боятся ходить по нечищенным улицам. За зиму снег не вывозили ни разу. Проезжая часть стала уже в два раза, а тротуары и вовсе исчезли. Пешеходы постоянно рискуют попасть под колеса автомобилей, а водители автобусов говорят, что готовы отказаться от маршрута. Павел Теунов подробнее. Для жителей поселка Кирово каждая прогулка по улице Васильковой – испытание. До магазина или автобусной остановки приходится идти прямо по проезжей части. Тротуары под метровым слоем снега. Конечно, на этой улице есть участки, по которым можно идти, не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Но в определенный момент утыкаешься в снежный вал и, хочешь не хочешь, приходится выходить на проезжую часть. В таком случае, если сзади идет автомобиль, то единственный способ его пропустить – это забраться на сугроб. Куда сложнее приходится родителям с маленькими детьми или пенсионерам. Водители, знающие о проблеме, притормаживают, пропускают пешеходов. Те, кто на Васильковую заезжают впервые, нередко попадают в ДТП. Коммунальные службы этой зимой занимаются только проезжей частью. Дорога вычищена практически до асфальта, но оказалась сужена в два раза. В результате здесь едва могут разъехаться легковые автомобили. Водители автобусов каждый раз заезжают в поселок, скрипя сердце. И в общении с местными жителями более категоричны. Говорят, близок тот день, когда по Васильковой просто не смогут проехать. В связи с невывозкой снега мы будем отказываться к вам ездить. Я буквально перед Новым годом связывалась с начальником отдела перевозок Иван Владимирович, не помню его фамилию. Он лично пообещал, что Тамару Семенову после Нового года мы вам обязательно вывезем снег. Уже середина февраля. И ни разу они не приехали, не вывезли. По словам жителей поселка, перебои в автобусном сообщении уже не редкость. В результате родители ведут детей в школу в Академгородок пешком. Несколько километров. Павел Теунов, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.